Сегодня мы начинаем мини-курс по оптимизации. Вот название этого мини-курса вы видите на слайде. Это структурная оптимизация для решения доза большого размера. С точки зрения программы мы рассматриваем этот курс как дополнительный курс к основному курсу оптимизации, который читает Сергей Валерьевич, шкерпком. Ну и если говорить о том, как у нас разбиты материалы, значит у Сергея Валерьевича уже достаточно настоявшаяся тематика, то есть это те результаты, которые были получены на оптимизации, скажем, в основном до 2000 года. А в моем курсе мы рассматриваем вещи уже достаточно новые, и то, что было получено после 2000 года. Надо сказать, что до сих пор, хотя уже прошло некоторым результатам уже больше 10 лет, до сих пор в монографической литературе они не очень хорошо отражены. Даже англоязычные, не говоря уже о русскоязычных. Поэтому, в общем, я думаю, соответствующие вещи будут полезны людям, которые прямо сейчас работают в науке и стараются разрабатывать новые подходы к решению оптимизационных задач. Вот, значит, в нашем курсе мы выделили 8 тем. Значит, я подчеркиваю, что это тема, это не лекция, и в том смысле, что они разные по объему. Значит, мы сознательно не стали обрезать или растягивать какие-то материалы, чтобы каждая тема подходила ровно на полтора часа нашего курса, потому что есть вещи, которые жалко и на разуме, убирать и надо знать. Поэтому, значит, мы будем, здесь указано, грубо говоря, порядок объяснения материала, и какая-то тема, ну, вот, обычно, вот это тоже первая тема, с которой мы сегодня начнем, она в один, так сказать, полуторачасовый кусок не вкладывается, и она будет, так сказать, продолжена на следующем занятии. Вот, может быть, во время записи можно это будет как-то склеить, чтобы не дымовать одну лекцию, даже если она расположена в разных часовых записях, обычно такие вещи оказываются возможны. Но, тем не менее, значит, это полезно помнить, в том смысле, что это не значит, что четвертая тема будет на занятии номер 4, поэтому, если кто-то заинтересован в каких-то конкретных из этих тем, то лучше написать мне и узнать, в каком состоянии мы сейчас находимся, и когда можно на соответствующую тему принти. Это насчет структуры. Дальше, ну, это как бы учебный курс, и по нему мы, так сказать, доживающие, для тех, кому необходимым, будем организовывать экзамен, письменный экзамен где-нибудь в июне, вот, ну и, соответственно, будут выставлены оценки, которые вы можете использовать для своих целей. Экзамен будет письменный, ну и там будут в основном вопросы, которые связаны либо с постановками, либо с доказательствами. Мы будем кое-что доказывать, не очень сложные вещи, как правило, доказательства оптимизации очень простые, и в любом случае они более-менее умещались на слайде, даже на полслайда, вот, ну так, чтобы знать, откуда все это берется, и какая математика за этим стоит. Опять-таки, с математической точки зрения, значит, наука оптимизации крайне неудренная, то есть разобраться, во чем это можно, имея самое базовое знание о нелинейном анализе. Вот, ну это все, значит, что я хотел сказать про введение, значит, опять-таки, наша задача посмотреть на теорию, которая может быть построена вокруг методов решения определенных задач, и для нас будет интересно не только сама математика, но также и интерпретация, потому что теоретационные алгоритмы, на самом деле, они вообще изучают, но сейчас это недооценивается, но мы каждый раз, когда мы увидим, что какой-то алгоритм может быть, так сказать, интерпретирован с помощью каких-то моделей в природе или по человеческому поведению, мы на этом будем останавливаться и, соответственно, пытаться понять, что здесь происходит. То есть это не только оптимизация, но еще, значит, какие-то исследования операции, может быть, немножко поведенческой экономики, особенно вот здесь, в последней лекции мы будем на этих вопросах останавливаться. Вот, так что нам будет достаточно такая разносторонняя программа. Сейчас мне можно переключиться на наши первые лекции. И вот. С этого мы начнем. Да, ну, слайды, они будут на английском, естественно, рассказывать я буду на русском, но я надеюсь, что тот английский, который здесь используется, он более-менее для всех понятен. Значит, первая лекция у нас посвящена вопросам сложности, оптимизации, оценкам сложности, оптимизации, то есть мы рассмотрим там некоторые задачи, начиная с сложных задач и задачи для глобальной минимизации, потом посмотрим, что нам дает выпуклость, и попробуем получить оптимальные методы, методы для решения минимизации не дифференцированных функций и методы для минимизации дифференцированных функций. Вы увидите, какая между ними разница. Вот. Это наша программа. Опять-таки, я думаю, мы все сегодня не успеем, но давайте все-таки начнем. Значит, прежде чем начинать говорить о задачах нелинейной оптимизации, то, что нас интересует, значит, ну, наверное, полезно посмотреть, как вообще люди оценивают сложность в разных ситуациях, сложность вычисления разных ситуаций. И здесь лучше начать с задач комбинаторной оптимизации, где эти вопросы гораздо проще в каком-то смысле. Их проще формулировать и в каком-то смысле проще ответить. Давайте посмотрим комбинаторную оптимизацию. Значит, обычно во всех задачах, включая комбинаторную и единильную оптимизацию, удобно думать о задаче как какой-то постановке, которая содержит информацию. Эта информация, значит, обычно, ну, представляется, скажем так, очень часто представляется в виде какой-то матрицы, у которых есть вот этот n-параметр, это ее размерность. Ну, положу квадратную матрицу, может быть, прямой. Вот. Если говорить о задачах комбинаторной оптимизации, то, опять-таки, там есть всем известный класс, очень сложная задача, вот, для которых, вообще говоря, ничего лучше, чем перебор, полный перебор, мы доказать не можем. То есть, сложность решения такой задачи растет потенциально в сравнении с размерностью пространства. Вот. Конечно, эта сложность очень большая, и при больших n, значит, она становится, так сказать, уже невозможно решать задачи с большого размера. Но обратите, опять-таки, что в комбинаторной оптимизации, значит, чем отличать намную комбинаторную оптимизацию от нелинейной оптимизации? В комбинаторной оптимизации мы хотим найти точное решение. Вот это оценка нахождения точного решения для комбинаторных задач. Но обратите внимание, что на самом деле для многих комбинаторных задач, не для всех, существует алгоритм, но вот в какой сложность. Значит, это поленом от размера задачи умножить, он умножается на норму информации, на какой-то норму матрицы информации. Вот. Афгоритмы, значит, для типа динамического программирования и так далее, значит, они в состоянии решать нашу задачу за такую сложность. Я пишу эту процеду, потому что мы немножко позже сравним это с нелинейной оптимизацией. Дальше. В комбинаторной оптимизации есть так называемые полностью полиноминальные приближенные схемы. Вот. Для них уже мы говорим о нахождении решения с некоторой точностью. Так, точность, где все, он у нас здесь появляется в какой-то степени. Полином он как был, как он остается. Но что происходит хорошего? Норма нашей матрицы оказывается под лугой. То есть зависимость трудоемкости таких систем, она гораздо слабее. Зависит вот размеры решения. Но есть, конечно, полиномальное разрешение и задачи. Значит, это вот их сложность, она оценивается так. Значит, опять-таки, норма матрицы оказывается под логаритмом. Под логаритмом, что очень хорошо. Давай теперь посмотрим, что у нас. Но обратить внимание, что все эти задачи, они все равно считаются сложными. Это как бы эталонная задача учителя и математики с высокой сложностью. Что у нас происходит в неперерывной выпуклой оптимизации? Значит, у нас есть, вот, то, что называется, сублинейная сложность. Так, или, если это, значит, такое, это алгоритм, который сходится медленнее, чем со скоростью геометрической прогрессии. И для них, значит, у нас, как всегда, есть точность решения. Вот, общее число операции, которое нам нужно, чтобы получить точность решения, она оказывается такой. Вот сравните это вот с этим или с этим, вы увидите, что, вообще говоря, ну, немножко по-другому, но большой разницы вообще, в голове, нет. Либо есть хорошие задачи, хорошие алгоритмы, которые могут решить задачи, опять-таки, с точностью геоциума, вот за такое время. Они называются по-другому, минимальными алгоритмами. Вот, ну, иногда добавляем слабо по-другому алгоритму, потому что, опять-таки, точность решения у нас присутствует, но она оказывается под алгоритмом. То есть, опять, на самом деле, если сравнивать то, что происходит в комбинаторной оптимизации, то, что происходит в выпуклой оптимизации, значит, тоже, в общем, вещи оказываются похожими. Ну, а почему тогда, собственно говоря, такая разница в заключении? Почему комбинаторная оптимизация считается сложным, а выпуклая оптимизация, она считается, вообще говоря, вполне, так сказать, вычислимой и разумной? Значит, дело в том, что, на самом деле, вот эту, здесь, очень большую роль имеет вот эта норма решения. Значит, в комбинаторной оптимизации сложные задачи, они, вообще говоря, сводимы один к другому, но при этом очень сильно может меняться норма решения. То есть там те преобразования, которые нужно, чтобы там одну задачу перевести в другую, они иногда настолько вычурные и настолько сложные, что, вообще говоря, в результате получаются объекты, которые ничего общего, значит, с исходной задачей не имеют. То есть смысл, там, ограничений, смысл целевой функции, он искусственно искажается для того, чтобы получить, значит, формулировку, которую мы хотим. Значит, это там возможно, потому что в комбинаторных задачах мы ищем точное решение. Вот так, и если у нас точное решение не меняется, то ради бог, все равно, что задача не делает, так и она оказывается эквивалентно. Все равно, значит, в хороших алгоритмах вот эту норму решения оказывается под алгоритмом. В нелинейной оптимизации, на самом деле, мы такого никогда не делаем. В нелинейной оптимизации точность решения, значит, она формулируется очень специальным образом, и она привязана, вообще говоря, к изначальной формулировке нашей задачи. Поэтому вот эти нормы матрицы там оказываются небольшие. То есть в любом случае они, как правило, имеют какой-то физический смысл, и поэтому они никогда сильно не возрастают. Здесь в комбинаторной оптимизации, здесь после преобразования, но нового решения может сильно растянуть. Но это так, чтобы, значит, ориентироваться, что у нас происходит, выпуквая с оценкой выпуквой оптимизации. А сейчас давайте мы немножко пройдемся по каким-то несложным задачам нелинейной оптимизации и увидим, что, опять-таки, сложные задачи, они очень легко могут быть кодированы, закодированы в виде задачи решения, задачи нелинейной. Значит, задача комбинаторная, с которой мы будем все сравнивать, так и типичная МП сложная задача, называется «Задача камня». Что это такое? У нас есть М камней, у которых есть положительные веса. И мы хотим понять, можно ли разделить эти камни на две, кучи, такие, что, значит, петьи, как каждая из них, имеет одинаковые. Ну, вот, куча одинаковых. То есть, понятно, как это написать с помощью математики. Это значит, что мы должны ввести булевские переменные, то есть для каждого камня с номером И мы вводим переменную, которое имеет значение плюс один, если он относится к первой куче, и минус один, если он относится к второй куче. И тогда у нас действительно можно разделить эти камни на две равные части, на две кучи. Если существует булевская, булевская, значит, вот это решение вот такого линейного равнения. Только одно линейное равнение мы хотим это решить. И это уже НП сложная задача. Вот. В этой задаче существует вариант. Например, мы можем сказать, пусть куча, в которой находится первый камень, имеет номер один, это значит, что мы фиксируем знак у первого элемента, и тогда, значит, это уравнение, оно имеет то же самое, что решить уже линейное уравнение с неоднородной правочкой. Вот, тогда оказывается НП сложная задача. Значит, обратите внимание, что, на самом деле, если эта задача у нас пришла из практики, то есть, а в практике в больших камней не бывает, то есть, в очень больших камней не бывает, то в этой задаче ничего сложного нет. То есть, она решается, на самом деле, с помощью трюка с быстрым преобразованием альфу, вот за такую сложность, где здесь стоит, как бы, сумма весов всей кучи и только логарифм, логарифморазменности. То есть, это, как бы, для реальных, почему, что-то говоря, в практике сложных задач о камнях не возникает, потому что для реальной практики у нас в больших куче не бывает. Больших я имею ввиду чисел, которые сравнивают с частотой, скажем, процессоров компьютера, значит, для таких здесь далеко не все-все-все у нас кучи маленькие, там, тысячи, миллион, каких-то маленьких лиц. Ну, вот, значит, но, тем не менее, это НП сложная задача. Давайте посмотрим, какие нелинейные задачи, их у нас будет три, и линейные задачи, мы можем закодировать, вот, у них, как бы, с помощью них закодировать задачу АКМ. Ну, вот, задача минимизации полинома четвертой смены. Да, значит, самые простые функции, нелинейные функции АКМ-переметок, это у нас, конечно, квадратичные функции, ну, а дальше идут полиномы невысокой степени, третий, четвертый. Вот, давайте посмотрим сейчас на полином четвертой степени, значит, вот N-преметок. Давайте покажем, как с помощью минимизации вот этого полинома на четвертой степени можно закодировать НП сложную задачу. Вот, для этого нам нужно просто рассмотреть вот такую функцию. Так, значит, ну что, в этой функции есть три части. Значит, первая часть, я сейчас расскажу, что это такое, вот, есть четвертая степень невязки нашей системы из одного уравнения, и есть, значит, четвертая степень невязки нормализующего решения. Мы просто говорим, что мы хотим, значит, чтобы первая компонента равнялась единице. Вот, теперь давайте посмотрим. Эту функцию мы собираемся ненесить. Значит, вот что это такое. Это у нас, вообще говоря, может записано следующим образом. Если мы обозначим через матрицу по единичную матрицу минус одноранговая матрица, деленная на Н, значит, из линейной алгебры мы знаем, что эта матрица положительно, не отрицательно делена, то вот этот член у нас может быть записан как вот эта матрица, примененная к вектору, у которых в качестве координат мы берем квадраты, значит, нашего вектора перемен. Если вот этот вектор из квадрата мы можем на единичную матрицу два раза, так, то мы получим сумму четвертых степеней, а вот эта матрица, где Н, это вектор из всех единиц, значит, это даст нам вот это. Эта матрица неотрицательно определена, это значит, что какие бы иксы у нас не были, вот этот член у нас неотрицательный, и в то же время векторы из всех единиц являются нулевым собственным вектором для этой матрицы, то есть вот это равно нулю. Значит, в результате мы заключаем, значит, у нас три неотрицательных слагаемых, значит, наша сумма равна нулю, тогда и только тогда, когда это равно нулю, а это случается, когда иксы, то есть, значит, имеет тоже, все имеют они абсолютно, тут то же самое, одинаковое абсолютное значение, могут отличаться только по знаку, так, дальше, это тоже равно нулю, значит, удовлетворяется наше уравнение, и третье, вот это равно нулю, то есть, текст один равно нулю. Ну, вот и все, значит, мы тем самым показали, что если мы сможем отминимизировать поленом четвертой степени, вот так, вот так, простейший на самом деле, здесь очень, очень все простейшие, членом слабо заполнены, вообще говоря, значит, конечно, с точки зрения структуры, значит, очень простая структура, но тем не менее, значит, такая, даже такая задача, в четвертой степени оказывается, она оказывается отбой сложной. Эту задачу может немножко модифицировать, учит, значит, заметив, что на самом деле решение этой задачи, значит, решение этой задачи дается из векторов с координатами плюс-минус единицы, так мы знаем квадрат норму решения, да, так все, все их сыты в квадрате равно единице, мы знаем, чему равен вот этот член. Поэтому то же самое можно сказать, кроме вот этот член можно перевести в ограничение, вот, ну, тогда это даже можно убрать, но, короче, значит, тогда получится, что у нас остаток, остаток у нас уже будет выпуклая функция, тем не менее, вот эту выпуклую функцию четвертой степени очень простую, оказывается, НБС сложно минимизировать на единичной степени. Функция хорошая, чуть-чуть мы отошли от линейных ограничений, которые нам ничего не портят, то есть вместо линейных ограничений у нас появилось ограничение, единственное ограничение нервклидового сфера, уже задача оказывается непослушной. То есть вы видите, с какой легкостью на самом деле вот все эти комбинаторные, комбинаторные, задачи, они вкладываются, значит, задачи нервинейной оптимизации. вот даже из этого примера уже можно себе представить, что сложность этих задач нервинейной оптимизации так общих, оно гораздо выше, чем плодная задача нервнотожной оптимизации. Мы это увидим. Но пока давайте немножко посмотрим еще на примеры, которые, в общем, не всегда про это говорят. я думаю, что про это никогда не говорят, особенно в курсе по оптимальному управлению. Но оказывается, что нелинейное оптимальное уравнение тоже оказывается непосложная задача, если мы хоть чуть-чуть отходим от линейности ограничения. Вот давайте посмотрим вот такой задачи. У нас есть траектория по времени от нуля до единицы, которая уходит из точки X0 и потом она следует вот этому закону, который описывается функция с G и управлением. Данного управления у нас ограничений нет. И мы хотим минимизировать функцию правого конца. Вот оказывается, что даже в простейшем случае, если это функция линейная, там все хорошо и впорет, но даже простейшая нелинейность вот такого типа уже делает задачу и впосложной. То есть простейшая квадратичность по X0 уже задача оказывается сложной. Значит, как нам это увидеть? Давайте начнем нашу траекторию с единичной сферы радиуса к варень-незменности. Вот тогда оказывается, на самом деле, что у нас траектория с этой сферы не сойдет. Вот при такой такой функции решится. То есть траектория у нас будет идти по юквидовой сфере радиус-оконнист. Ну, давайте попробуем понять, почему это. Для этого модифицируем немножко нашу задачу. То есть правую часть давайте поставим вот такую такую функцию. Значит, что у нас изменилось вместо вот этого N? Мы поставили здесь юквидовый квадрат-норму. В результате у нас вот эта самая функция, которая будет у нас стоять в этой траектории. Значит, вот это у нас появился проект. Синтезо знаком проекта на единичную сферу, который умножается на 1. Вот это наша правая часть. Так, и давайте посмотрим соответствующую траекторию. Значит, что нам нужно понять? Нам нужно понять, выходим мы со сферой или нет. Для этого мы смотрим производную вот этой штуки квадрата нормы по-тель. производная всего система равна вот этому оператору умножить на у и равна умножить на х. Значит, какие-то вещи из элементарных вычислений мы должны это признать и помнить. Ну, например, как нам работать? Здесь не пишет ничего. а x y из элемента скалярного произведения, что это а 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 поэтому вот эту матрицу можно перейти на сюда с транспонировками, но это ничего не меняет, потому что матрица симметричная, и если матрица умножается на x, это дает вот. То есть производная траектория ортогонально вектору x, это значит, что наша траектория останется на сфере. Наша траектория останется на сфере. Вот. Ну и что, да, ну и теперь возвращаясь к нашей исходной системе, значит, то же самое будет правильно про нашу более простую функцию, потому что вот эта штука на траектории будет тождественно равна, равна, нет, она не меняет. Значит, мы доказали такой простой факт про эту простую систему. Какой вывод? Вывод такой, что на самом деле это НП-сложная задача. Почему? Значит, у нас здесь нет никаких ограничений на ВУК, поэтому, вообще говоря, у нас достаточно степеней свободы, чтобы обеспечить правый конец, присутствие правого конца в любой наперед заданной точке нашей единичной сферы. Поэтому наша задача на самом деле она вот какая. Мы можем обеспечить эту точку где угодно на сфере и нам надо просто минимизировать функцию, как мы видели, это может быть даже выпуклою функцию в поляном четвертой степени на единичной сфере. И это задача о которой цена ступеней. Я хочу сказать, что на самом деле если вы откроете учебники по оптимальному управлению, задача такого типа о нем обведения вводятся и, грубо говоря, рассматриваются, все книжки не написаны глупые про все эти задачи, но надо помнить большинство про нелинейное оптимальное управление, что вся теория оптимального управления классическое это локальное условие экстремума, опять, если говорить про глобальную сложности этих задач, они могут быть очень высокими. Вот это значит это применение. Смотрите, почему там у него склянулись и нет. Значит, вот это вот если эту матрицу умножить на х, х транспланированный на х он даст квадрат нормы, сократится, здесь останется х и минус единичная матрица умножить на х, это тоже х минус х, да, основной. Вот это значит то, что мы можем видеть из системного управления. Еще одна вещь, которая тоже может быть не очень все-всюду афишируется безысходности ситуации. Значит, это что нам делать с невыпклыми и негладкими функциями. Вот оказывается класс невыпклых негладких функций он устроен гораздо хуже, чем класс невыпклых гладких функций. То есть невыпклые негладкие функции вообще говорит это патологический класс вот сейчас увидим на самом деле в котором надо уходить как можно любыми средствами вот потому что на самом деле если у нас функция гладкая дифференцируемая невыпклая мы по крайней мере можем уменьшить значение этой функции точки за приемлемую сложность. Если у нас функция негладкая невыпклая так вот это мы должны не в состоянии спуститься найти значение функции которые лучше чем вот это пример давайте на него посмотрим функция переменных имеет параметр гамма который должен быть очень большим достаточно большим вот дальше максимум модулей координат минус минимум модулей координат плюс модуль лиминей фото там состоят в качестве коэффициентов наш вектор а который мы берем задачи с камней значит в этот где-то должен быть целочисленные коэффициенты и без ограничения обществе будем будем считать что этот коэффициент положить иначе мы можем видеть они отрицательные мы можем просто сменить соответствующие переменные сделать этот коэффициент положить вот и давайте возьмем гамму вот этот параметр достаточно большим а именно значит он должен быть равен сумме коэффициентов ну и вот это конечно никакое не ограничение потому что у нас целый коэффициент конечно сумма этих а и всегда больше единицы вот что мы видим про эту функцию в нуле она равна нуле вот но в то же время она однородна степени единицы положительной однородной степени единицы поэтому значит если мы умножим х на какой-то положительный коэффициент значит значение у нас функции умножить на какой-то коэффициент так вот вопрос который нас интересует это проверить есть ли вообще говоря точка у нас в пространстве где наше значение лучше чем значение можно ли уменьшить это значение или ну понятно что если мы такую точку найдем умножая это уже все уже конец это это почему давайте смотреть ну значит здесь написано некое утверждение что вот решить что у нас принесли с трогой ничь нуля значит это возможно тогда когда у нас первое то вроде ну действительно значит пусть у нас вы опять-таки возвращаемся к нашей задачи путь у нас существует решение задачи значит булевское решение задачи у нас происходит со значением нашей функции да значит эти все сигметы равны плюс-минус единица значит это единица это тоже единица единица минус единица даст нам вот 0 то есть останется здесь минус единица на гамма а это 0 то есть если у нас есть булевское решение то у нас значение наших функций наверное оно строго отрицательное теперь давайте в обратную сторону покажем что если если у нас есть решение с отрицательным значением, тогда мы можем решить задачу. Ну как это делается? Значит, давайте отнормируем наше решение. Это функция у нас одноводная, всегда можно ее умножить на зад... Пусть у нас есть отрицательное решение. Значит, всегда можно умножить x на соответствующий вектор для того, чтобы иметь максимальный модуль равенительности. Это будет нам удобно. Давайте теперь умножим... Обозначим значение нашей линейной формы через дельту. И тогда, на самом деле, ввиду вот этого... Нет, значит, мы знаем, что наша функция отрицательная. Давайте посмотрим на эту форму. Что это значит? Это значит, что минимум, если мы скажем, что это меньше нуля, минимум модулей больше, чем вот эти два члена. Да? Этот член, ввиду нормализующего условия равен единице. Это наше обозначение дельта. Значит, минимум модулей... Значит, что любой модуль x и t столько больше, чем вот эта величина. Хорошо. Давайте теперь введем бурюсный объект. Сигма. Сигма и t – это будет знак соответствующего лечения. Так. Знак соответствующего лечения. Если сигму и умножить на x, то мы получим модуль. То есть, вот это неравенство может быть переписано в таком виде. Так. То есть, пока мы только пользуемся вот этим, потому что у нас значение функций меньше неравенство. Вот. Но из этого неравенства у нас есть следующее бурюс. Если мы посмотрим на модуль сигма и t минус x и t, вот это не верстно, так, то это может быть переписано вот так. Но это на самом деле тождество. Вы можете это легко проверить, если сигма и t, если переменная положительная сигма и t единица минус x и t, да, это единица минус x и t, потому что x и t, по-моему, меньше единицы мы теперь положили. Вот. И для отрицательного знака тоже легко проверить, что это неравенство, то есть это вообще говоря тождество. Но мы это знаем неравенство на эти причины. То есть тогда это меньше, чем, представляемое это неравенство сюда, единицу на гамма минус 3. Вот теперь мы знаем оценку сверху на разницу между сигма и t и x. И теперь остается просто посмотреть на модуль вот этой линейной формы. Что это такое? Значит, добавим сюда к сигме, вычтем минус x и прибавим x и оценим сумму модулей через модуль сумму. будет ax плюс а сигма минус x. Теперь, значит, этот ax мы обозначили через дельта. Здесь у нас стоит сумма а итых умножить на модуль сигма итой минус x итой. Ну, естественно, значит, вот эта сумма оценивается через гамма, в которой у нас есть сумма коэффициентов, на максимальный ум. А для этой штуки мы знаем оценку. То есть мы подставляем эту оценку сюда, получаем вот это. Ну и видно, что это, значит, сигма положительная, вы больше единицы, значит, видно, что это меньше либранной единицы. Значит, в одном месте у нас было строгое неравенство, которое пришло отсюда. мы получаем, что значение целочисленной функции строго меньше единицы. Это означает, что оно равно 0. То есть мы получили, на самом деле, что если нам удастся вот такой функции найти отрицательное решение, то простым округлением, значит, округление будет просто заключаться, вот, с помощью такого правила, мы сможем решать антроиспольное решение. То есть, опять-таки, это подтверждение, что класс вот таких задач, он безобразно тяжелый. То есть, негладкие, негладкие функции начинают с ними что-то делать на уровне поставки. То есть, естественный метод для них хорошо работать не будет, потому что даже улучшить значение функции, значит, мы гарантированно не можем. Может, конечно, повезет, там же еще что-нибудь такое, но никакой теории здесь построить нет. Вот. Ну, теперь давайте вернемся к нашей оптимизации. Значит, мы вроде бы увидели, что, значит, оптимизация может быть сложная, пока она может быть сложнее, чем комбинаторная оптимизация. Вот. Давайте посмотрим, как мы можем говорить о сложности таких задач. Значит, ну, проще всего-то, чем вопрос о сложности, решаются постановки, которые называются черно-ящичная оптимизация – Black Box. Да? Что это такое? Значит, Black Box – это, по-другому, это Oracle, значит, который, вообще говоря, значит, является какой-то устройством либо программой, которое вычисляет характеристики нашей задачи в нужной нам точке. Мы говорим ему точку, то есть вариант наших переменных, он вычисляет значение функций, он вычисляет градиент, производное, значит, все, что мы хотим сообщать нам эту информацию. Затем эта информация, она может быть использована в негоде для построения, так сказать, последовательности, которые там у нас ходятся к решению. Опять-таки, мы говорим о задачах нелинейного анализа, задачах нелинейного анализа, значит, шансов на то, что мы получим точнее решение, нет никогда, даже простейше, и поэтому, значит, мы работаем в такой обстановке. Значит, Oracle бывает, ну, традиционно трех видов, можно думать о более высоких степенях Oracle, значит, когда, значит, первые три вида, Oracle нулевого порядка мы учитаем значение функций, первого порядка учреждения функций производных, второго порядка, значит, функций производных, вторые производные. Ну, выше этого обычно не идут, потому что уже задачи которые там, мне кажется, помогали, они, оказывается, как мы видели, вот, немножко раньше, значит, очень быстро NP-сложно, то есть, обычно в активизации используются такие. Дальше, что такое за сложность, аналитическая сложность в данном случае, это число обращений, которых достаточно для того, чтобы решить любую проблему из нашего класса задач. Опять-таки, значит, прежде чем мы это начинаем оценивать, нам нужно сказать, что у нас за класс задач, что у нас за ракул и, значит, что у нас за решение. Вот, значит, для аналитической сложности у нас здесь бывают нижние и верхние оценки сложности, значит, нижние оценки сложности – это теоремы, которые нам говорят, что лучше, чем вот так ни один метод делать не может. Верхние оценки сложности – это эффективность методов, значит, методы, которые гарантируют нам какие-то верхнюю границу на вычинительные задачи. Вот. Ну и когда мы говорим, значит, для решения задачи, значит, что так, значит, решили задачи, мы должны точно сказать, что это такое. Обычно в данном случае вводится… Эпсиум, ну, отъявляясь приближённое решение нашей задачи, вот, и мы говорим, значит, вот, наш метод будет решить задачи в такой ситуации. Эпсиум в таком случае, значит, аналитической трудности у нас оказывается ещё и функцией и требуемой источники. Вот. Как доказываются оценки сложности в таких ситуациях? Ну, с помощью такого нехитрого понятия, как сопротивляющийся аракул. Сопротивляющийся аракул, значит, он, вообще говоря, играет с методом, то есть он начинает своё сопротивление с пустого множества, так сказать, и ждёт, ждёт вопрос метода. Значит, метод задаёт вопрос, и аракул старается на него ответить как можно более, так сказать, беспомерным способом. Вот. Но, естественно, ответы, они должны быть согласованы, в том смысле, они должны соответствовать какой-то функции из нашей, так сказать, из нашего класса функций. Вот. Ну, и потом, на самом деле, метод работает, 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 потом говорит, ну всё, я решил до дачи, вот такой ответ. Значит, аракул в этот момент должен, так сказать, посмотреть на все предыдущие результаты и уже по этим ответам построить функцию из нашего класса, которым ответы правильные. то есть если эту функцию дать уже, метод в метод будет получать те же ответы, и он, это самое, пойдёт по той же тариктуре. Вот такая идея. Вот. То, что я сказал, да, значит, но эта задача, которая, плохая задача, которая будет построена после вот такого общения, она, конечно, может оказаться плохой только вот для данного конкретного. Для другого метода задачи будет другой, но всё равно они обязаны быть принадлежать нашему классу задачи. Ну вот теперь, что мы можем сказать об оценках для задачи глобальной активизации. Вот. Сейчас мы всё это поймём. Рассмотрим простутейшую задачу глобальной минимизации, когда у нас наш вектор переменных, он имеет границы, верхние и нижние. Вот это векторное неравенство означает, что координаты, соответствующие координатам вектора x, x и t, значит, они больше нуля и меньше единицы. Это вектор у нас из всех единиц. Вот есть у нас такой, этот самый, кубик, примерный кубик, и на нём мы можем, мы хотим минимизировать нашу функцию. Значит, какая функция? Ну, понятно на самом деле, что осциллирующие функции, они их сложнее минимизирующие, не осциллирующие, поэтому обычно предполагается, значит, в следующем решении задачи, значит, какие-то границы на степени осциллиации. Ну, в данном случае мы говорим, это будет удобно для наших оценок, что доклон, ну, скорость роста нашей функции, оно не очень большое, она ограничена константой. Значит, здесь у нас стоит изменение функции, в правой части у нас стоит норма разности точек. Здесь стоит бесконечная норма, бесконечная норма – это максимум модулей трезвима. Значит, в принципе, здесь можно было поставить любую норму, потому что конечнабельное пространство у нас эквивалент – это источность какой-то константной, зависит от размерности. Но для доказательств нам удобнее будет поставить такую норму, именно потому что она хорошо согласуется с нашими ограничениями. Если мы посмотрим на единичный шарик в бесконечной норме, например, окрестность нуля, то это будет что такое? Это у нас будет максимум модулей координат будет меньше какого-то значения, радиус это шарик. То, что у нас получится, надо опять будет кубик. Это у нас будет кубик, что нам удобно, потому что у нас ограничение тоже будет. Так, значит, какой арабул? Значит, возьмем арабул нулевого порядка, то есть с каждой функцией мы только вычисляем значение точек. И решение, вот у нас мы хотим найти глобальное минимум нашей функции, с точностью кубик. Вот. Терема, которую мы сейчас докажем, на самом деле, она заключается в следующем, что аналитическая точность этого класса растет, по крайней мере, вот так. Вот. Это аналитическая точность, я вам напоминаю, аналитическая сложность – это количество вопросов арабул, которые мы должны задать для того, чтобы найти решение с точностью кубик. Ну, мы обсудим это немножко позже. Давайте пока посмотрим на доказательство. Ну, достаточно характерное. Вот. Значит, возьмем некоторый параметр P, целый параметр P, и разделим наш шарик на P в степени n шаров вот этой бесконечной нормы с радиусом единицы на два. Не знаю, вы видите, что нам это или нет, но картинка здесь вот какая. Картинка очень простая. Давайте нарисуем нашу ситуацию. В примерном случае, вот у нас наше допустимое множество, и выберем P, равное 3. это означает, что мы разделим наш шарик вот таким образом. P в степени n, n у нас 2 будет равно 9, но у нас получится 9 кубиков. Дальше. Каждый вот этот кубик, который у нас получится, он имеет центр серединки, естественно, и вот этот радиус, его радиус как раз будет единица на два параметра. В данном случае это будет одна шарика. Их будет ровно P в степени n шуток. Беремерно пространственное, мы сделали какое-то строение. Вот. Что такое резистинг сопротивляющийся раков в таком случае? Сопротивление его очень такое, немудренное на самом деле. В любой точке, в которой задается вопрос, он говорит, что функция равна n. Всё. Никакой другой информации его не сообщает. Вот. Что делает метод? Метод, немножко он получил второй, третий. Ну, работает он, работает. В какой-то момент он должен остановиться. И вот предположим, что он остановился, задав после n, который строго меньше, чем P в степени n. P в степени n – это число кубиков. Что тогда происходит? Когда существует кубик, в котором не было вопросов. Так. Что мы тогда делаем? предположим, в этом кубике не было вопросов, мы ставим сюда x звезды, центр этого кубика. И говорим, вот наша функция. Какое мы можем поставить там значение функции? ну, давайте посмотрим это на одномерном рисунке. Вот у нас был этот самый, разделен на три эти самые, да? На три отрезка x звезды у нас оказался здесь. Значит, мы говорим, что это оптимальное значение, но каково, чему равно значение функции? Ну, значение функции – это вот, насколько мы можем опустить это, да? Вот, вот эта будет форма нашей функции. Насколько мы можем ее опустить по сравнению с налевым уровнем? Ну, естественно, это ограничивается вот этой константой липшице, которая у нас и и радиусом, который у нас единица на два. Вот, наступим, мы можем опустить наши мелочи. И сказать, вот это наша функция. Ну, вот отсюда видно, что, на самом деле, мы можем сказать, что вот не удалось решить лучше, чем с такой точностью, потому что ораков, значит, единственное заключение, которое можно сделать, это то, что стимальное значение нашей функции равно нулю, а оно оказалось вот таким. То есть, P оказывается не лучше, чем… Ну, там, короче, получается вот так. Если мы хотим предзойти эту точность, значит, мы должны задать больше, чем P степени. Вот. То есть, получается, что у нас есть вот такая… такая нижняя оцепка. Нижняя оцепка. То есть, оцепка крайне пессимистическая, как можно это занять. Вот. Потому что она говорит нам, вообще говоря, наши возможности теоретического исследования этих задач. То есть, для каждой, для каждого метода существует задача нашего класса, достаточно хорошего класса, на котором ему потребуется вот столько задач и вопросов. вот посмотрите, на самом деле, что это такое. Вы помните, мы начинали с комбинаторной оптимизации. В комбинаторной оптимизации сложность 2 в степени N была большой. Здесь у нас это все растет как единицы на Epsilon в степени. А я, почему, прошу прощения, люди не любят брать одну вторую. Они любят брать один процент, может быть, два процента, но вот это будет, значит, здесь стоять сотня, которую вы разведете вразмирность. То есть, очень быстро эта нижняя оценка дорастает до таких пределов, что понятно, что на простейшие задачи не хватает времени существования. с вселенной, даже если у вас будет очень большое быстродействие компьютера. Это первое. Вы сами можете приграть с этими цифрами и быстро убедитесь, что никаких надежд действий. И второе, на самом деле, у нас оказывается сразу же из этого рассуждения мы получаем оптимальный метод. То есть, оказывается, можно особенно не думать. И самое лучшее, что мы можем сделать в данной ситуации, это сделать полный перебор. Что такое полный перебор? Мы просто берем и вычисляем значение функций во всех центрах этого шарика. Это сложная диплом для степени и легко можем понять, что мы получим перебор. Причем, в этой ситуации, с точки зрения теории сложности, она совершенно уникальна, потому что у нас как бы нижняя оценка, она совпадает сверху. То есть, вот этот метод равномерного перебора в данном случае просто достигает нижнюю оценку без всяких там дополнительных коэффициентов и все такое. То есть, вот оказался у нас такой очень сложный класс задачи. Ну, это, наверное, все, что мы хотим знать о глобальной минимизации, да, потому что все-таки нам надо что-то такое доказывать и гарантировать, а для этих задач у нас ничего не получается. Поэтому давайте перейдем к следующему по сложности классу задач. Это негладкая выпуклая минимизация. Негладкая выпуклая минимизация. Значит, задача, на которую мы будем смотреть, она обычно в простейшем виде строится таким образом. мы хотим минимизировать функцию, когда у нас точка принадлежит некоторому множеству. Значит, наше множество давно быть выпуклым. Что значит выпуклость? Если у нас есть две точки запустимые из этого множества, то весь отрезок между этими двумя точками должен принадлежать нашему множеству. То есть, зрение, значит, принятие решения – это ситуация, когда всегда возможен компромисс. Если у вас два решения, все, что у вас находится между этими решениями, вы можете рассчитывать на эти варианты. Когда у нас может иметь дискретную структуру, значит, это может быть не так. Значит, у нас могут быть две точки допустимыми, а между ними может быть вероятность. Мы не можем ступить. Значит, это понятие абрактрома. Я надеюсь, что вы так или иначе когда-то слышали об этой концепции. Вот. Еще одно предположение относительно этого множества Q. Ну, это не всегда нам нужно, но, скажем, в простейших методах мы предполагаем, что это простое множество. Простое множество означает, что мы можем на него проехать. Ну, такие множества существуют. Вот, например, н-мерный кубик или шарик или симплекс. В общем, множество, которые достаточно стандартные, обычно на них операция проекции вычисляется в диагностике. Мы ровно это здесь и будем предполагать. Дальше. Предположение. Функция у нас негладкая, но мы предполагаем, что она субдифференциевая. Значит, что у нас такое субдифференция? То есть, если бы у нас функция была дифференциевая, да? Вот это неравенство, где вот этот вот градиент нашей функции означает ровно выпуклость нашей функции. График функции лежит выше касательных, которые мы проводим в точке X графика нашей функции. Значит, разница между дифференцируемой и не дифференцируемой выпуклой функции состоит в том, что вот этот вектор, здесь он называется не градиент, а субградиент. Он неоднозначно определен, но тем не менее он существует. Значит, он неоднозначно определен. Картинка, которую надо иметь в виду в данном случае. Не очень понимая, нет у меня смысл будет рисовать. Вы видите что-нибудь здесь? Может, свет включить? У меня предпочитали, что тогда запись испортится. Значит, картинка такая. Вот у нас в функции модуль X. В точке 0 она дифференцируемая, но тем не менее существует, грубо говоря, касательная графика, которая ниже уровня функции. Ну и, конечно, она здесь определена неоднозначно, значит, ее можно, если есть определенную степенность формы. Вот. Этот субградиент, он очень важен, на самом деле, для оптимизации, потому что это те направления, которые нам нужны будут для построения минимизирующей последовательности. Оракул, который мы будем использовать, это оракул первым порядком, где вычисляются функции и субградиент в каждой точке. Опять-таки, нам не нужен весь субдифференциал, субдифференциал, все возможные вектора, которые вытворяют этому сборку. Нам достаточно будет выбрать только один. Один субградиент. И решение, которое мы собираемся получить, это решение по значению функций. так, значит, основное неравидность, которое в негладкой оптимизации используется, оно вот и так. Это вот очень простое следствие вот этой выпуклости. если вместо точки Y мы подставляем решение на завершение задачи X со звездой, то, конечно, вот это скалярное проведение, которое мы переносим сюда больше, чем F от X минус F со звездой. Это не отрицательно, потому что F со звездой это минимум. Вот есть у нас такое неравидность. неравидность. То есть геометрически это означает, что направление субградиента уменьшает, по крайней мере, в начале, расстояние до оптимизации. И вот это ровно то, что используется в количестве неравидности. Так, ну, чтобы, так сказать, быть уверенным, что мы используем объекты, которые являются вычислимыми, так, значит, давайте я напомню вам правила вычисления субградиентов, потому что они немножко сложнее, чем обычные правила дифференцирования. Вот, значит, опять-таки обозначим вот так, F от X, это субдефференциал, все субградиенты в точке X. Так, значит, хорошая новость состоит в том, что если функция у нас дифференцируема в точке X, тогда этот субдефференциал состоит из обновления, а именно вектор оградения. Дальше. Если мы складываем функции с неотрицательными коэффициентами, то субдефференциал тоже складывается в таком множественном смысле. То есть берутся все элементы этого множества и этого множества и складываются с коэффициентами α1 и α2. да. Получается новая мощь, в соответствии, которая будет на субдефференциал в данной точке у результата. Но для нас наиболее важная, на самом деле, операция – это операция максимума, потому что это нетривиальная операция, которая сохраняет выпалость, вот, и большинство выпало пунктов интересных приложений, они как раз вот с помощью этой операции максимума и формируются. Значит, как можно найти субдефференциал нашей функции максимума? Нам нужно в точке Х посмотреть активные элементы вот этого максимума. То есть какая из этих функций у нас равна максимуму в точке Х. значение элемента, значит, это равно максимуму. Дальше мы берем субдефференциалы активных функций и составляем из них вот такую модель. Таким образом, мы получаем субдефференциал нашей модель функции. Нарисуем, есть у нас две функции, и мы берем функцию максимум. Учтуем две ситуации, значит, если у нас в точке Х активно только одна функция, значит, у нас получается дифференцированная ситуация, здесь у нас весь субдефференциал состоит только вот из непроизводного. Сложность начинается вот здесь, когда у нас активно две функции, тогда нам нужно взять субдефференциал одной функции, так, это, ну, предположим, будет вот эта величина, дальше потом взять субдефференциал вот этой функции, это будет другая величина, то есть какое-то число, А положительное, В отрицательное, и взять их выпуклую комбинацию. Выпуклой комбинацией двух множеств, когда мы берем два множества и вот белые методовые штучки. Да? Если эти множества у нас в данном случае состоят из точек, у нас просто получается презентрат выпуклой комбинации, это отрезок от В до А. Ну, такая простая для середины. Ну, то, по крайней мере, это показывает, что у нас для субдефференциалов есть какое-то исчисление, которое позволяет этим корочествам. Вот. Значит, давайте посмотрим на нижние оценки сложности. Значит, что мы имеем в данном рейдном случае. Значит, делаем вот что. Выберем наше множество простых. На самом деле, мы просто ограничиваем размеры наших векторов в дихвидовой норме каким-то параметром, которое мы назначим через В. И у нас будет вот такое предположение про структуру методов, которое фактически в 99% случаев оно выполняется. Что изначальные точки мы можем передвигаться только по направлению субгредиентов, которые были вычислены предыдущей точке. Ну, это естественное предположение, потому что это единственная информация, которая к нам поступает. Вот ее мы и будем использовать. Давайте двигаться вдоль этих субгредиентов. Вот это предположение. Теперь, значит, функцию, которую мы будем рассматривать, значит, у нее зафиксирована как бы аналитическая форма. Вы видите, с чего она состоит. Первая часть негладкая, максимум координат. У функции есть параметр m. m, который меньше размерности. Вот, мы берем максимум из первых m компонентов, умножаем на число и добавляем вот такой член, значит, опять-таки параметр nu пополам, на квадрате видовое норме. Но это у нас для регулизации, для существования решения. С константой nu, которую мы вычисли таким образом. Значит, мы сейчас увидим, зачем нужно ее выбирать именно так. Значит, константа зависит от вот этой l, константа зависит от радиуса и параметра нашей функции. Что мы можем сказать про эту функцию? Что мы можем сказать про эту функцию? Значит, эта функция, на самом деле, смотрите, как она устроена. Значит, в этой квадрате нормы, да, это сумма квадратов координат. То есть, там есть квадраты координат с индексом, который больше m. Но мы хотим эту функцию минимизировать, поэтому эти координаты, которые с индексом больше m, они нас не интересуют. Значит, мы ее в минимуме, конечно, положим равным 0. То, что останется? Останется симметрическая функция первых m-компонентов. Это симметрическая функция первых m-компонентов. И вот этот квадрат нормы тоже после обнуления хвоста будет симметрической функцией первых m-компонентов. А симметрические функции, значит, это, опять-таки, простое упражнение из выпуклости, значит, они, выпуклые функции, они принимают значение на одинаковом значении для всех компонентов. Это легко проверить, но я сейчас не буду на этом останавливаться. Значит, вы проверьте меня просто на слово или проверьте потом. Короче, значит, в решении, в оптимальном решении этой задачи все компоненты должны быть одинаковыми. Вот давайте обозначим эту компоненту через tau. Тогда максимум x это даст нам здесь вот эту переменную tau. Вот эта штука, когда все x это от единицы до m одинаковые, даст нас m раз tau квадрат. Вот у нас теперь получается, что для того, чтобы минимизировать эту функцию, мы просто должны решить вот эту задачу и одномерную иммунитацию. Ну, мы ее решаем. Конечно, приравниваем нулю производной этой штуки, получаем значение tau со звездой. Ну, это ровно будут оптимальные значения наших координат. Значит, это tau со звездой в виду вот этого самого значения, оно может представлено еще вот так. Вот, опять-таки, я напоминаю, что функция у нас имеет параметр m. Ну, интересно посмотреть также на значение, на оптимальное значение нашей функции, оно, оказывается, может записано, если мы сюда поставим tau. Либо так, либо вот так. Мы сейчас увидим, зачем все это будет. Вот. Норма решения, которую мы получаем в таком случае, ну, какая у нас это? Это m раз tau со звездой в квадрате квадратному решению. Ну, и это самая, где у нас функция для tau. Значит, если вот она здесь. Значит, если поставить сюда tau со звездой, то мы увидим, что у нас расстояние до решения, как раз, оказывается равным вот этому параметру r для нашей функции. Ну, хорошо. Значит, что у нас насчет сопротивления? Вот. Мы начинаем с х нулевому равно 0. Давайте посмотрим, что у нас здесь получится. Значит, потому что, значит, утверждение, которое мы будем доказывать, оно состоит в следующем. Значит, после k итераций, ну, k должно быть меньше m, у нас до сих пор мы можем устроить, так сказать, ответы аракула таким образом, что все равно в хвосте нашего вектора будут нули. Вот здесь, в хвосте первых m компонентов будут у нас нули. Да? Вот. Значит, почему это так? Ну, давайте посмотрим. Значит, мы начинаем с нулевого вектора. Нулевой вектор имеет все компоненты, равные нулю. Поэтому вот в этом максимуме у нас будет ровно m активных компонентов. Чтобы вычислить субградиент, да, а вот градиент этой штуки будет у нас равен нулю. Нулю. Поэтому для того, чтобы вычислить субградиент в этой штуке, значит, мы можем выбрать любой координатный вектор, какой нам нравится. Так вот давайте выберем его, то есть координатный вектор – это градиент вот этой линейной компоненты. Давайте его выберем равным первым координатным вектором. Так? Значит, после… Значит, мы начинаем с точки х нулевого, который ноль, все абсолютно ноли. Вот. Значит, первый градиент, мы можем его выбрать a, a умножить на 1. Да? Вот и все эти компоненты активные, мы можем выбрать первую компоненту, которая соответствует первым координатам. тогда на x1 у нас появится ноль, 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 а вторая компонента, первая компонента. Это следствие вот этого предположения, что мы избегаем скорых по координатам. У нас может появиться не ноль здесь. Если метод умный, он сделает эту компоненту отрицательной, ноль. И тогда у нас активные будут вот эти компоненты. И тогда мы можем выбрать f4, как x2, уже равный… так? И L2 плюс… плюс будет mu, умножить на mu x1. Что у нас здесь возникло? Значит, вторая компонента здесь не нулевая, а вот эта она не только первую компоненту не нулевая. То есть в результате x2, если мы извиняемся по этому зеркалу, у нас будет иметь две ноль. и так далее. Значит, мы можем продолжать это сопротивление до тех пор, пока мы не достигнем хвоста вот этого параметра. Тогда наша возможность вот так вредить методу, а не закончится. Значит, ну что это означает? Теперь мы говорим. Предположим, мы хотим сделать k плюс 1 шанс. Мы хотим сделать k шагов. Да? Значит, k шагов. И посмотреть, какая у нас будет невязка по значению функции. Вот давайте выберем m, равную k плюс 1. Нет, это на самом деле все равно, если мы будем выбирать значение n здесь больше, на первых k итерации он ничего не заметен. Но в результате у нас после k шагов, значит, у нас будут все-таки нулевые компоненты вот здесь, поэтому вот этот максимум даст нам неотрицательное значение функции. То есть невязка по функции, в этом случае она будет больше, это неотрицательно, больше чего-то эта штука, а мы знаем, что это, для чего это равно. И вот после k шагов, получается, мы для такой функции не можем обеспечить точность лучше, чем константа, да? Константа, где огромная находилась. Ну, я не буду останавливаться на втором варианте, может, сейчас это не очень важно. Если мы предполагаем сильную выпуклость задачи, то, соответственно, у нас оценка, и та же самая оценка на переписанных терминах сильной выпуклости, для тех, кто знает, что это такое, вот, она у нас запишется таким образом, у нас получится нижняя оценка для сильной выпуклости. Хорошо. Вот мы получили нижние оценки, это уже нижняя оценка на возможности метода, и обратите внимание, что они не могут быть лучше, чем в единице на подне ска. Какую мы информацию здесь получаем? Значит, мы хотим получить эпсилон решение для нашей задачи, сколько нам нужно итерации, мы говорим, значит, это должно быть меньше эпсилона. Из этого неравенства эпсилом больше, чем вот это, мы получаем оценку на числе итераций. Какая у нас получается? Она получается LR делить на эпсилом в квадрате. Сложность растет пропорционально квадрату точности, и, опять-таки, по сравнению со систем ужасом, который у нас был в общей линии случаев, это гораздо лучше. По крайней мере, точность не зависит от разъемности пространства. Но что еще важно, на самом деле, это то, что обе оценки являются точными. Точными в том смысле, что мы легко можем построить метод, который у нас вот ровно такую трудоемкость, скоросходимость и гарантирует. Давайте посмотрим на такой метод. Вот. И я даже сделаю задачу немножко более сложную. То есть мы в этот метод включим функциональные ограничения. То есть раньше нижняя оценка сложность у нас была для множества плюс целевые функции. здесь, если скажем, а у нас есть еще выкланирование. Ну, понятно, что задача стала сложнее. То есть наша старая оценка, нижняя оценка, она работает и здесь. Вот. Ну, давайте посмотрим, какую мы задачу можем решать. Значит, где у нас F и G, это у нас недифференцируемые функции. Значит, заметьте, что на самом деле вот этот случай он достаточно общий. В том смысле, что мы всегда при негладкой минимизации можем считать, что у нас единственное ограничение. Потому что если вдруг у нас оказывается задача, в котором несколько ограничений, мы всегда можем эти ограничения свернуть с помощью операции максимума и записать, что у нас одно ограничение. С точки зрения сложностей и трудоверенческого вычисления это все одно и то же. Потому что зная, как вычисляются субгредиенты отдельных функций, мы знаем, как будет вычисляться субгредиент вот этой нашей сверной функции. То есть, поэтому мы ограничимся этим значением. То есть, одно ограничение какое-то было. Вот. Ну, что же нам теперь делать? Значит, у нас ситуация... Добрый день, внимание. У нас ситуация получается достаточно сложная. То есть, у нас есть какие-то пересечения каких-то функций, множество уровней. Вот это, например, f1. Здесь меньше 0, здесь f2. Меньше 0. Да? Ну, мы взяли максимум. То есть, у нас допустимое множество оказалось. Вот такое. Ну, и здесь мы хотим минимизировать нашу целевую функцию, m от x. То есть, минимум, на самом деле, нам будет где-то здесь. Вот. Множество, допустимое множество, я здесь уже, g, значит, g это максимум 1 или 2. Оно достаточно сложное. То есть, на самом деле, в него попадать может быть достаточно сложно. И поэтому мы не можем гарантировать, как раньше, когда мы говорили, давайте мы там спроектируемся, чем будем мы это спроектировать и так далее. На этом может спроектироваться нельзя. Что же нам делать в таком случае? Ну, оказывается, работает, в данном случае, переключающаяся стратегия. То есть, в каждой точке, значит, мы определяем наше положение. Существует ровно два варианта. Первый вариант. Наша точка далеко от допустимого множества. Как мы предположим, она где-то здесь. Далеко от данного множества. Значит, здесь вычислять значение целевой функции бессмысленно. Мы слишком далеко. Что мы должны сделать в этом случае? Мы должны двигаться, улучшать допустимость. Двигаться в сторону допустимого множества. Но если вдруг мы оказались где-то здесь, может быть, даже не совсем допустимого, но недалеко от допустимого множества, то уже для нас представляет интерес уменьшение целевой функции. И мы должны улучшать, можем улучшать активность. Вот такая переключающаяся стратегия примитивная. Оказывается, она работает совершенно правильно. Давайте посмотрим, что это такое. Но единственное, что нам нужно сказать здесь, что нам нужно сказать, это как мы будем определять, что мы находимся далеко от допустимого множества. Для этого, оказывается, есть очень простой критерий. Мы смотрим назначение нашего градиента, деленное на норму градиента, и сравним его с единственным параметром нашего метода, который он обозначает через h. h должно быть маленькое число, но, грубо говоря, в порядке требуемое в точности решения этой задачи. Тогда, если мы далеко от множества, это вот ровно вот это. Тогда мы делаем шаг, известным шаговым множителем, вдоль супрадиента ограничения. Если же мы близко к множеству, то мы делаем шаг, опять-таки, с известным шаговым множителем, под мёско-сорсовыми диагностями. Обратите внимание, что здесь всё абсолютно чётко сказано. Когда что делать, когда переключаться, то есть метод абсолютно простой. Что мы можем о нём сказать хорошим? Ну, прежде всего, конечно, нас интересует, что происходит с целевой функцией. Целевую функцию бессмысленно вычислять, когда мы далеко от допустимого множителя, когда мы делаем этот шаг. Поэтому давайте смотреть на значение целевой функции только на итерациях, которые вот здесь принадлежат вот этому случаю b. И вот среди этих значений, когда мы уже недалеко от множества, то есть значение этой самой нашей функции ограничения, но меньше нашего параметра h, мы будем смотреть на значение нашей функции. Конечно, вот никто не сказал нам, что это множество не пустое. Очень даже может быть, что в начале это множество будет пустым, но после какого-то количества итераций оно у нас должно стать не пустым, и мы уже сможем тогда посмотреть на значение. Давайте посмотрим, что у нас происходит. С точки зрения общего числа итераций. Общая числа итерация n – это количество итераций недопустимо, плюс количество итераций допустимо. Теоренка состоит в следующем. Если у нас общее число шагов больше вот этого значения, тогда наше множество b не пусто, и у нас выполняется вот эта, так сказать, верхняя граница на невязку по значению функции. Обратите внимание на этот самый h, единственный параметр h, который у нас существует, он у нас входит в оценку числа шагов и переключения. То есть на вот этих шагах, когда у нас идут допустимые шаги, значит, вот это меньше, чем h, то есть если мы выбираем h пропорционально ε делить на l, где l – это верхняя оценка для субгредиента этих самых функций, субгредиента ограничений, то у нас получится, что значение ограничения в этих точках, в точках b, меньше ε, и невязка по функции тоже получается меньше. То есть а должен быть ε, разделенный на 1. Значит, доказательств. Доказательств, как вы можете все это представить, вот оно вмещается здесь на следующих трех троечках, по нормам, не очень сложно. Значит, надо следить, как очень часто во всей этой теории, за квадратом евклидового расстояния. Значит, что происходит с квадратом евклидового расстояния за один шаг? Ну, у нас единственная здесь сложность состоит в том, что у нас два темы шагов – шаг А и шаг В. Давайте посмотрим сначала, что происходит на шаге А. Это у нас недопустимая ситуация. Ограничение лифтом большим. Так, ну вот давайте напряжемся немножко. Я вам напомню одну формулу. Здесь много чего написано. На самом деле, все, что здесь написано, здесь используется формула, что А плюс, ну, я не знаю, какое-нибудь направление G в квадрате – это А квадрат плюс 2АG плюс норма G. Такая формула, где электридовую норму, квадрата электридовую норму, которую, я надеюсь, вам всем известны. Вот. Значит, в этом неравенстве вот это R квадрат. Значит, что у нас произошло? У нас невязка между X и X звездой. Из нее мы выучили вот этот вектор и взяли электридовую норму, ну, и спроектировались. Поэтому расстояние изопроектированной до X звездой только уменьшилось. То есть вот этот R квадрат минус… RK плюс R квадрат минус RK, значит, стал меньше, чем квадрат XK минус X звездой минус вот эта штука. Ну, вот здесь мы раскрыли скобки, как я вот здесь показал. Это ровно то, что мы здесь сделали. И теперь смотрим, что у нас получилось в правой части. Вот эта избытка, если как мы это уже видели, это больше либо равно, чем G от XK минус G от X со звездой. G от X со звездой меньше нуля, поэтому это можно оценить снизу через G от XK. У нас здесь получился тогда квадрат G от XK такой же, как здесь. Они сократились. Остался минус вот этот квадрат, который у нас больше по условию, чем G от X. Вот у нас произошло такое замечательное действие. То есть на недопустимых шагах у нас все уменьшается. Что получается на допустимых шагах? То же самое, но только вместо вот этой штуки у нас стоит вот это. F штрих, да? Вот. Значит, вот этот вектор заменился на вот этот вектор. Здесь остался у нас, правда, квадрат вот этой добавки, который, значит, так как мы здесь нормировали кондигент, но норма вот этой штуки равна H. Сейчас опять-таки из выпуклости мы это заменяем снизу на F от XK, а минус F. Сколько у нас получилось два таких нервов? Теперь нам что нужно сделать? Надо их просуммировать. Просуммировать. Значит, появление шагов только в том, что мы не знаем, сколько у нас было шагов первого типа и сколько у нас было шагов второго. Но все-таки давайте эту сумму сделаем, произведем. При этом вот эту вещь нам удобнее будет заменить на F со звездой. Потому что это оценка смысл для всех F от XK. Я напомню, что это запустимые итерации. Значит, когда мы это все посуммируем, что у нас происходит? У нас вот эта штука, она пойдет в левую часть с множителем Nb. Вот она пошла в левую часть. В неравенстве, значит, у нас вот эти все вещи сократятся. Последний мы отбросим. У нас останется R0 в квадрате. Число шагов на шаге B будет с плюсом. Отдаст плюс A квадрат. А шаги на шаге A дает минус A. Вот у нас получилась такая оценка. Ну и осталось, на самом деле, сделать последнее усилие и обратить внимание на то, что вообще говоря, из этой оценки N A можно исключить. Давайте поставим вместо N A N минус N B. Что у нас получится? У нас получилось вот это. Мы просто заменили N A на соответствующий квадрат. И теперь все, у нас, на самом деле, оказалось все так одно. Но что мы говорим? Если N больше, чем R0 на H квадрат, значит, вот эта разность, она отрицательная. Это, значит, все оценивает сверху как H квадрат 0,2 N B. Это строгое неравенство. Поэтому N B уже не может равняться 0. И на него можно сократить. Можно сократить на N B, можно сократить на H, и в результате мы получим вот это. Вот это неравенство. Очень простое рассуждение, которое дает нам, значит, которое дает нам, в общем, скорость сходимости этого. Как это сравнить с тем, что у нас было? Значит, если вы помните, у нас там была оценка, то, что я говорил, на самом деле. Оценка снизу была больше, чем, ну, вот в этих обозначениях, и R, ну, скажем так, с точностью до константы, чем корень низка. Мы говорим, что это меньше эссиум, и сносина K, он может быть и R, илит на эссиум и все вкладывать. Что у нас получается здесь? Если мы возьмем H равно эссиум деленное на L, то есть здесь у нас получится ровно то же самое. L квадрат, R квадрат, деленное на Epsilon квадрат, и мы не знаем, что за это число шагов мы получим точность исключенных по персональному методу. То есть вот таким образом мы получили оптимальный метод для нашего класса. Метод, на самом деле, очень простой. Ну, наверное, это последний слайд, поэтому я, естественно, буду перебраться именно здесь. Вот, и на самом деле очень важный, потому что если посмотреть, что здесь происходит, вы сможете найти такую ситуацию в очень многих и многих моделях. Вот посмотрите, как сказать, в моделях, в которых эволюция происходит как бы естественным путем. В общем, мораль, которую мы отсюда выводим, что на самом деле система, у которых эволюция происходит естественным путем, содержит в себе скрытые элементы оптимальности, которая, естественно, не являлась целью, это просто следствие вот, скажем так, этого алгоритма. Давайте посмотрим, как это можно интерпретировать. Значит, мы можем, хотим получить, ну, если хотите, максимальную устойчивость системы, вот, при определенной нагрузке. Ну, хорошо, значит, мы хотим построить систему, которая выдерживает максимальную нагрузку, максимальную нагрузку. Что такое максимальная нагрузка? Значит, это значит, что у нас должны в наших узлах этой системы выполняться некие неравенства. То есть напряжение, там, сил, там, неважно чего, значит, узлах не должна превышать определенного уровня. Вот это, вот эти, как бы, условия, что у нас система выдерживает нагрузку, они ставятся в виде ограничений. Дальше вот эта солевая функция, мы хотим ее максимизировать, поставить максимальную силу, которая все еще, вот, все еще, значит, будет как-то допустимо для нашей системы. Как мы это делаем? Мы просто здесь выписываем динамику, вот этого роста нашей системы. Мы находимся в какой-то точке. И мы смотрим, у нас система выдерживает эту нагрузку или нет. Если система не выдерживает нагрузку, мы берем, находим самый слабый узел и туда добавляем, я не знаю чего, короче, его укрепляем. И опять смотрим, выдерживается у нас нагрузка или нет. Не выдерживается он в другом, ну, там, выйдет то, что-то, мы туда что-то добавим. Мы это делаем до тех пор, пока у нас нагрузка не компенсирована. Как только у нас нагрузка компенсирована, мы увеличиваем силу. Это здесь. И так далее. То есть система может расти, выдерживая все более и более высокий уровень нагрузки. Но что замечательно, здесь автоматически получается вот такой тупой алгоритм выращивания системы, он является, он решает задачи оптимизации. Это, вообще говоря, объясняет наличие вот элементов, так сказать, оптимальных элементов в природе во многих во многих ситуациях. Потому что это ровно то, как растут многие там живые организмы, там, не знаю, работают на экономические системы и так далее. А оптимизация, которая не является целью самым началом, но она является целью вот этой постепенной эволюции. Вот. И мы под помощь таких алгоритмов можем, в общем, что такое объясняки, предсказывать достаточно интересную ситуацию. Ну, я думаю, на сегодня все. Если есть вопросы, ставите по раму сначала. Я пришлю файл. Значит, дело в том, что файл, который сейчас у меня есть, значит, я на цепи меня сразу здесь, а я на вопрос, если у вас не очень, когда я исполняю столичность. А? Если мне скажем, куда, я могу то и сегодня сделать. Ну, что-то ничего. Если не регистрировались, можно разнесать вам, и все. А, ну, хорошо. Да, я, наверное, напишу тогда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.